Новинка, которую Хонда представила в Токио, известна под двумя именами. В Европе это модель джаз, а в Японии и США фит. Россиянам этот практичный хэтчбэк тоже известен. Правда, основную популярность пятидверка заслужила на востоке страны, куда из Японии приходят поддержанные праворульные фиты. А вот автомобилисты центральной части России, маленький вен Хонды, не распробовали. Поэтому официальные продажи джаза у нас были свернуты 6 лет назад. В четвертом поколении компактная Хонда сохранила не только однообъемный формат, но и фирменную систему трансформации салона. Японская марка пока не называет габариты, характеристики и модификации, поэтому сравнить напрямую старое и новое поколение нам не удастся. Зато мы знаем, что Хонда приготовила новую гибридную силовую установку. Еще одна новость – появление приподнятой версии под названием Кросс Стар. Последний отличается обвесом из некрашенного пластика, багажными рейлингами на крыше и увеличенным дорожным просветом. Всего новая Хонда предложит 5 вариантов исполнения. И это непривычные комплектации, а скорее 5 разных настроений. Например, исполнение Хоум – это мягкие вставки в интерьере, чтобы создать атмосферу домашнего уюта. В версии NES появляются цветные элементы на кузове и в салоне, а также водостойкие материалы отделки. За названием «Люкс» скрыты кожаные сидения, 16-дюймовые колеса особого дизайна и хромированные накладки на кромках дверей. Продажи фита на родине традиционно начнутся раньше, чем где-либо. В Европе новый джаз появится не раньше середины 2020 года, а вот наши шансы увидеть джаз у российских дилеров Хонды минимальны. Субтитры создавал DimaTorzok